Ну что ж, военмех, о нем можно говорить очень многое, но в военмехе был в гостях Первый канал. И я предлагаю вам сейчас посмотреть все то, что здесь было отснято, и этот короткий фильм был показан на Первом канале. Наверное, мало высших учебных заведений, которые достаиваются такого количества времени на Первом канале. Внимание на экран. Линейка всех видов ракет в качестве учебного материала представлена здесь, в Балтийском государственном техническом университете военмеха. Этот вуз готовит специалистов широкого профиля, которые могут применять свои знания в разных сферах, но в первую очередь в оборонной промышленности. И одна из главных задач учебных учреждений – это интеграция военного и гражданского образования. Доброе утро! На Первом канале включение из Петербурга. Про этот вуз можно смело сказать. Он стоит на защите Отечества, но скорее не передовой, а в Тулу. Здесь готовят не просто будущих защитников Родины, а тех, на чьих плечах будет лежать ответственность за вооружение страны. Сегодня в Балтиймехе более 80 специальностей, связанных с оборонной отраслью. Но это вовсе не означает, что полученное знание можно применять только в рамках одной профессии. Военная техника требует системного подхода, поэтому мы не учим по отдельным предметам. Мы не готовим физиков отдельно, химиков, теплотехников. Мы готовим по комплексу вооружения, где есть все эти элементы. И мы формируем системное мышление. То есть мы готовим конструкторов, технологов, эксплуатационщиков, специалистов по разработке, по расчету элементов. Сам университет приемник традиций технического образования, сложившихся еще в царской России. В 1875 году в этих стенах было основано ремесленное училище цесаревича Николая. Почетным попечителем являлся сам император Александр III. Годы блокады мастерских университета делали оружие и боеприпасы. В 1984-м ВУЗ получил имя Дмитрия Федоровича Устинова, выпускника ГИЛа Советского Союза, который возглавлял оборонную промышленность до, во время и после века Отечественной войны. Он здесь бывал несколько раз. И в 1946 году, под его началом, по его направлению, на требовании была организована кафедра ракетостроения. Это кафедра номер один, который сейчас действует. И эта кафедра готовит не только ракетчиков, но и космонавтов. Гречка, Борисенко, Крикалев, Иванова – эти фамилии почитаются особо. Здесь есть не только фотографии выпускников напрямую, связанных с космосом, но и их личные вещи и даже изобретения. В качестве экспоната звездный фотометр, сделанный по заказу Георгия Гречка для изучения верхних слоев атмосферы. А вот студентка Алена Чумак свою жизнь решила связать не с космосом, а с Землей. Окончив с красным дипломом факультета ракетно-космической техники, поступила на оружие и системы вооружения. То есть мне стало, я вот с каждым курсом, каждым семейством, когда начинались более серьезные занятия, мне стало, вот это как, не знаю, я это сочеталась, затребывалась в том, что я с этими знаниями. То есть я до сих пор уже занимаюсь немножко другим направлением на данный момент, но это, ну, не перестаю интересоваться тем, что я раньше занималась. То есть, ну, и новое направление для меня более интересное, еще более стало интересно, потому что старые знаниями дают хорошую пору. Полномасштабный макет космического аппарата ГЛОНАСС КАПОДР, выпускника военмеха Николая Тистоедова, директора предприятия информационной спутниковой системы Академика Решильева. И это еще не единственный наглядный экспонат на кафедре космических аппаратов и двигателей. Изогридная труба, которая является несущей конструкцией аппаратов подобного типа. Это аппараты на базе, значит, не геометичной платформы. Вот эта конструкция, казалось бы, ажурная конструкция, она выдерживает высокие нагрузки. В этой лаборатории композиционных материалов занимаются научными исследованиями. Сейчас на этапе проектирования крупногабаритная космическая антенна диаметром 50 метров. И мы сейчас, в общем-то, находимся, но я не поиск, слово, на переднем крае науки, потому что мы занимаемся конструкциями, которые называются по-английски smart structures. Умные конструкции, управляемые конструкции. И вот такие конструкции находятся в очень широкое применении, но, по крайней мере, есть тенденция в космических аппаратах. Ну, не только в летательных аппаратах, вообще говоря, морской пункт и так далее. В канун Дня защитника Отечества в УМЕХ посетила авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Летчики вспоминают, что их первое знакомство с будущими воздушными суднами случилось именно в университете. Первый шаг в авиации, как у нас было, это хотели не потрогать что-то натурное наверняка. Здесь тот же самый процесс у студентов, которые в будущем становятся специалистами, которые развивают нашу отечественную науку в университетах. Двигатели для самолетов на заводе имени Климова, земельные ракетные системы и комплексы на концерне «Алвас-Антель», артиллерийские установки на заводе «Арсенал». Вся это и многое другая оборонная продукция создается выпускниками военмеха, вузы, которые воспитывали защитников Родины одинаково сильных и духом и умом. Юлия Михайловна, Александр Дружиев, полиция «Колорожкин» и медик.